Для начала хотел бы поприветствовать уважаемую аудиторию, слушателей. Меня зовут Михаил, я член ЛКСМРФ Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Сегодня я пришел не один, вот здесь с вами мой товарищ Тимофей. Здравствуйте, приветствую вас по организации. Мы хотели бы сегодня провести такое, скажем так, занятие в формате открытой дискуссии на тему писателя, который в нашей стране сейчас считается классиком русской литературы, а именно об Александре Исаевичу Солженицыне, о его работах, о нем в целом как о человеке, и в том числе о тех несостыковках, мифах, которые благодаря его литературным произведениям получили жизнь в нашей стране, и некоторые из них по сей день активно живут, развиваются и распространяют, ну, скажем так, ту информацию, которая была данным товарищам послана. Ну, для начала я хотел бы для аудитории вкратце немножко рассказать о Солженице, не как о человеке, кто же он в целом такой, откуда, как говорится, появился на свет и как развился как литературный деятель. Ну, во-первых, стоит отметить, что Солженицын прославился в нашей стране еще в бытность Советского Союза как один из таких видных деятелей зарубежной интеллигенции, антисоветской направленности, которая вела в целом антисоветскую пропаганду, стремилась изобразить Советский Союз, империя и зла. Ну, в целом, это отвечало тем запросам, которые требовала западная, скажем так, политическая элита от интеллигенции советской, которая находилась в эмиграции и которая находилась в оппозиции по отношению к советскому руководству. Александр Исаевич Солженицын родился в 18-м году, 11 декабря, в Кисловодске. Он происходит из крестьянской семьи. В 24-м году его семья переехала в Ростов-на-Дону. Там же Александр Исаевич пошел в школу, закончил ее. И в юношестве он начал, в старших классах школы именно, начал увлекаться литературной деятельностью, пробовал свои силы в поэзии, пытался писать эссе и так далее. Однако Александр Исаевич поступает на факультет физико-математический в Ростовский государственный университет. Ну, в целом, он выбрал для себя именно техническое направление, но, будучи студентом, не оставлял увлечения писательского, пробовал писать первые главы августа 14-го. В начале Великой Отечественной войны он вместе со своей женой уехал в город Морозовск, где работал по состоянию здоровья. Солженицына признали негодным к строевой службе, но далее, по загадочным обстоятельствам, о которых история умалчивает, Солженицын попадает каким-то образом в артиллерийское училище, и в 43-м году в звании лейтенанта Александр Исаевич попал на фронт. Собственно, непосредственно в сражениях и боях прямого участия он не предпринимал, так как командовал батареей звуковой разведки. Ну, и на фронте, судя по его же воспоминаниям, чувствовал, в принципе, себя хорошо, как он сам писал много, как он впоследствии сам вспоминал, много читал, писал, хорошо питался. Даже интересна такая история из его жизни, когда его ординарец, так как он был офицером, он имел ординарца, его ординарец по поддельным документам привез на прифронтовую территорию его жену из эвакуации. И вот сама Александра Солженицына, ой, сама Наталья Решетовская, прошу прощения, с теплом вспоминала то время, как она сама писала, они много гуляли, читали, фотографировались, он учил ее стрелять. Ну, в целом, я считаю, что как бы неплохо для характеристики человека, для понимания нам личности, скажем так. По итогу Александр Исаевич получил несколько наград, у него был орден Отечественной войны, орден Красной Звезды, но незадолго до победы Солженицына, уже в звании капитана, его арестовали за переписку. Собственно, дело обстоит в том, что капитан занимался тем, что рассылал знакомым письма с критикой главнокомандующего из советского строя в целом. Он предлагал, вплоть до того, что он предлагал создавать конспиративные пятерки. Ну, вот здесь как бы возникает такой, казалось бы, интересный вопрос. Разве мог капитан советской армии не знать, что все письма, которые идут с фронта тыл, проверяются особым отделом? Ну, я думаю, что не мог не знать он этого. Ну, тогда встает другой логический вопрос, собственно, который мы попытаемся выяснить. А с какой же целью тогда, зная о том, к чему это может привести, Александр Исаевич занимался этим? То есть у человека неосведомленного в ситуации может возникнуть чувство, что Александр Исаевич был таким принципиальным человеком, правдорубом, который просто не мог молчать и поэтому писал то, что писал. Здесь в этой связи очень интересная характеристика, которую давали Александру Исаевичу люди, которые вместе с ним выросли, то есть непосредственно друзья его детства. Вот что, например, пишут об этой ситуации друзья его юности, Лидия Ежевец и Кирилл Симоньян. Эти письма не соответствовали ни извечной трусости нашего приятеля, а Солженицын самый трусливый человек, которого когда-либо знали, ни его осторожности, ни даже его мировоззрению. Вывод, почему же он это делал, как раз-таки профессор Симоньян сделал простой. Он ясно видел, как, впрочем, и каждый из нас, что в условиях, когда победа уже предрешена, предстоит еще через многое пройти, и не исключена возможность гибели у самой цели. Единственной возможностью было попасть в тыл, но вопрос как? Стать моральным самострелом было в этом случае для Солженицына наилучшим выходом из положения, а отсюда и поток писем с непосредственно тем содержанием, которое они в себе несли. Что происходит далее? С конца 1945 по 1953 год Солженицын находился в заключении, и вот здесь очень интересно в этом плане его собственные воспоминания касательно его заключения. Значит, кровавые в кавычках «сталинские застенки» Солженицын описывал так, а это именно было его времяпрепровождение в центральной политической тюрьме. Ах, ну какая сладкая жизнь! Шахматы, книги, пружинные кровати, пуховые подушки, солидные матрасы, блестящий линолеум, чистое белье. Да, уж давно позабыл, что тоже спал вот так перед войной. И помимо, в принципе, неплохой тюремной жизни, Александр Исаевич в тот период охотно давал показания на своих друзей, знакомых, с кем он был знаком, и даже давал показания против своей собственной жены. Однако, в результате этих его показаний пострадал серьезно только друг его детства Виткевич. Позднее Виткевича реабилитировали, и он смог ознакомиться со своим делом, и тогда же узнал, что посадил его друг детства Александр Исаевич Солженицын, написавший, что Виткевич замышлял создать подпольную подрывную группу, готовил насильственные изменения в политике партии и правительства. Злобно чернил Сталина. Это прямая цитата. Ну, собственно, я думаю, для, так сказать, краткой характеристики и биографии, для понимания фигуры личности Солженицына пока у нас нормально, я думаю, пока хватит. Поэтому я передам слово своему товарищу Тимофею. Вот Тимофей расскажет про произведения Александра Исаевича, которые им были написаны и впоследствии пошли в печать. Что в них, собственно, заключалось, какую они суть несли и какие, скажем так, неточности, либо же фальсификации. Это мы постараемся выяснить в процессе. Были в них заключены эти. Не хей вам слово. Спасибо, но я сначала, пожалуй, делал некоторый акцент на военный период Солженицына. Есть две теории, почему он писал эти записки. По одной, чтобы попасть в тюрьму и не пережили, чтобы не ощущать на себе уже с войны, а по другой, я к этой теории склоняюсь больше, что он специально создавал и хотел создать антиправительственную группировку. У них даже был свой манифест, который был изложен в письмах, и они знают, что они все равно читаются, но читаются выборочно, надеялись, что эти письма не попадут. И за них несколько лет, в 43-м мы это раскрыли, несколько лет СМЕРШ, тогда внутренняя разведка, начинала разбираться, опрашивали знакомых, к тому он это присылал. Он там писал, что разговаривал с офицерами, он пытался склонить на свою сторону многих, но многие не соглашались. Когда к ним приходили товарищи из внешней разведки, они отрицали, говорили, что, ну и сам он писал в своих письмах, что они с ним не соглашались, что ему не удалось пока переворвать, хотя очень хотелось. И после вот таких вот неудачных писем и попытки переворота он попадает в ссылку в его любимую архипелагу ЛАГ, как он называл. Он забывает уточнить, что во время пребывания в своем архипелаге ему вылечили рак в тюремной больнице. Но это так. Такая ужасная была тюрьма, что ему вылечили рак. После освобождения он на долгое время скрывается с информационного поля и в 62-м году появляется на страницах Нового мира 11 выпуск, то есть ноябрь, со своим рассказом о Дедине Ивана Денисовича. Сокращенно, конечно, издание, потому что полностью читать это невозможно. Там сокращенно было очень сложно читать. Это было в 23 декабря этого же года, 62-го, его публикуют в газете «Правда». Его рассказ на станции Кричатовка и через 7 дней его принимают с писателями. Есть предположение, как в 2016 году произошел знаменитый печальный Досатый Сиез, где был развенчан культа личности Сталина и многие произведения стали с его критикой, то такое быстрое восхождение Александра Исаевича по пути литературного творчества государственного союза, писателей его приняли, так сразу редактировал. Редактировал его один день Иван Азадьнисович, сам Твардовский, тогда известный писатель, очень любимый всеми. И это показывает, что его проталкивали. Ну, он пришелся к политической ситуации очень кстати. В принципе, я думаю, здесь нет ни для кого не секрету, что для Хрущева, который отчаянно пытался вырубить всю сталинскую, ну, бывшее сталинское окружение, то есть всю непосредственно сталинскую политическую элиту, так как он ее опасался, он стремился упорочить свою власть. И я думаю, ну, здесь ни для кого не секрет, что такие писатели, как Александр Исаевич, такие истории, которые можно было вывернуть и перевернуть, приходились очень кстати. Я думаю, он поймал такой удачный билет, скачем на пароход. И еще можно заметить, что сразу же его рассказ о Денисеевиче переводится в издательский посев, самая известная белогвардейская иммигрантская, можно назвать, издание в Западе. Она издавала журналы посев с войны глянется. Сразу же переводят тоже в сокращенном издании подозрительно. Или рассказ как раз на станции Кричетовка тоже в сокращенном варианте. Разрешите, я вам зачитаю часть из этого произведения, чтобы вы поняли, насколько оно прекрасно. Да, конечно, я думаю, аудитории было бы интересно послушать непосредственные цитаты. Это вот чтобы понять творческий талант. А то все было дождь косохлест. В холодном настойчивом ветре он вил в крыши и стены товарных вагонов в грудь паровоза. Сек покрасно обожженным изогнутым железным ребрам двух десятков вагонных остовов. Коробки сгорели где-то бомбежки, но уцелели ходовые части и их оттягивали в тыл. Обливал четырьмя открыто стоявшими на платформах дивизионные пушки, сливаясь находящими сумерками, серо затягивал первый зеленый кружок семафора и кое-где вспышки багровых искр, вылетающих из теплушечных труб. Это одно предложение. Весь асфальт первый платформу был залить стеклянно гусающейся водой, не успевавшей стекать, и блестели от воды рельсы даже в сумерках, и даже темно-бурая насыпка полотна вздрагивала невсачивающимися лужами. Однако глубоко. Очень. Глубоко как-нибудь. Можно увидеть, что он был прекраснейшим графоманом, у нас таких много, и сейчас есть. Человек любил писать, в этом ничего плохого нет. Он не знал язык сходных тормозов. Многие у вас пищили на цитаты в контакте статусом. Это показывает уровень тех, кто эти статусы выкладывают. Все-таки, товарищи, давайте как-то немножечко попробуем отойти от такого формата осуждения. Я бы все-таки сакцентировал ваше внимание больше как на личности Александра Исаевича. Каким он человеком был. Скажем так, это, мне кажется, очень о многом говорит, когда мы понимаем человека как личность, как он ведет себя в различных обстоятельствах. Даже если взять ту же войну, передовую, фронт, казалось бы, на войне каждый раскрывается и становится тем, кем он был всегда. Война, она как такой рентген просвечивает человека и отпечатывает только то настоящее. В целом, что еще хотелось бы отметить, Тимофей, очень интересная мысль была по поводу возможной заговорческой деятельности Александра Исаевича. А вот вы действительно считаете, что он был способен на такие поступки. Способен, которые мы можем находить и их можно даже найти в интернете в источниках. Да, либо это был, знаете, такой идеалистичный, верящий, что у него все получится. Идеалист. Идеалист до мозга костей. Но тут просто как получается, если он понимал конкретно то есть он не мог не понимать, как офицер, он не мог не понимать, что если в переписке с фронта писать что-то в таком духе, что-то политическое, тем более антиправительственное, в условиях военного времени, в любой армии, в любом государстве, в любом историческом периоде, естественно, будет военная цензура, естественно, будет секретный отдел, который будет следить за этим. Ну и здесь как бы встает вопрос, то ли с одной стороны человек как бы глупый, который как-то этого не понял, то ли сильно смелый, что как бы выходит из ваших выводов о том, что действительно понимал и сознательно шел на это. Ну вот здесь, мне кажется, вопрос такой открытый, дискуссионный, на эту тему можно много спорить, но давайте пока ее, я думаю, отложим, если у зала нет никаких вставлений, комментариев или может друг вопросов. Я не против буду сосредоточиться как раз сейчас на изучении скажем тех вот цифр, в тех же произведениях, которые там возникали, откуда они вообще возникали. И вот интересно было бы Тимофея разобрать все-таки его период его жизни, когда он оказался в эмиграции, мне кажется, это тоже очень важно в рамках рассмотрения. Ребята, такой вопрос, значит, а вы не допускаете, что обе эти версии имели место? Дело в том, что по некоторым сведениям, информация, где-то я читал, что вот эту деятельность попытки создания советских групп, он начинал еще до войны, до войны, то есть, следствие это выяснило, и потом он просто продолжал эту свою деятельность, ну, а то, что он так смело действовал, что ему действительно нужно было сфронт, тоже следствие в РГД оказалось, что этот сфронт он решил все-таки уйти. То есть, обе версии могут иметь место. Может, еще собирало числа, что он хотел? Нет, тут какое числа, тут правильная характеристика ему дали, что он тросил. Вот вопрос, как бы, а не взаимоисключающие ли это факты? Я не знаю, для них, как бы, исключать. Ну, по поводу, по поводу довоенной антиправительственной деятельности Солженицына, ну, знаете, как бы, как скажу, вот, той подлинной правды мы не узнаем никогда, потому что она, ее помнили те люди, которые там жили, и уже большинства из них, как минимум, нет в живых, поэтому как бы, мы не сможем полностью, досконально восстановить картину, но постараться вот по характеристикам тех людей, которые его знали, по его собственным произведениям, я думаю, нам стоит попробовать это сделать и как бы сделать по итогу какой-то, знаете, синтез, синтезировать какое-то понимание, выстроить какую-то картину об этом человеке, это мы вполне можем сделать. Но возвращаясь к цифрам, это никого не секрет, что эти цифры были придуманы в горе ученым Роем Медведевым, это историк, диссидент, и в принципе можно... Но он как бы тоже наш советский был или он из белой иммиграции стоил? Он начинал в Советском Союзе, снизми от Советского Союза умер, но его диссидентские работы они ничего не подкреплены и это он придумал как бы было бы, если бы не было гражданской войны, сколько бы народу у нас на самом деле было бы. Знаете, гадание а как бы да как бы. Да, я вот тоже на самом деле читал про те цифры вот здесь. 66 миллионов. Да, стоит отметить, как бы... Это 66 миллионов считали за войну, нет, это 66 миллионов они считали 17-го года по 53-й и 44-й за войну. и они складывали так, у них 66-й плюс 44-й и 110-й он это озвучивал в испанском. наполовину была безюдец. Он так и говорил, что половина населения у нас исчезла, и половина жилья была пустоя. Тут очень интересно, что он логически сделал такую интересную стыковку, у него 66-й, 17-й по 53-й год, и он выделяет из них 41-й, 45-й и прибавляет эти же. Хотя, по идее, это и есть. Хотя, по идее, человек физма закончил. Странно для инженера немного. У него вышло 110 миллионов. Вообще, всего было 150. Нет, всего было в Советском Союзе перед водойной 130 миллионов населения. То есть, очень интересные получаются цифры, как будто бы и не полстраны уничтожили. Из 13 человек 11 расстреляли. В принципе, прикольно. Да, и там, кстати, про цифры тоже есть такое... Вот вообще, я говоря про цифры, а вот вы как думаете, Тимофей, в результате чего они возникли и почему же собственно вот этих людей, кто находился в эмиграции, было такое маленькое увеличение цифр, вот так они прям стремились зашли. Ну, это можно просветить, я думаю, еще не к любви к социализму, и они не очень... Мне кажется, Александр Исаевич подгонял все под известную цитату Достоевского о том, что социализм нам принесет 100 миллионов жертв. И вот у него вышло, что социализм даже перевыполнил план. не 100 миллионов, а 110 миллионов. Ну да, кстати, если ты... Поэтому я именно этим могу объяснить тем, что он эти 44 добавил 66. Ну, Тимофей, я с вашего позволения тоже здесь бы добавил. На самом деле, как бы, я думаю, у любой стороны медали должна быть обратная сторона. И вот мне кажется, что еще стоит отметить, что эти цифры были не только культивированы вот данными личностями диссидентами, такими, как Солженицын, но в большей степени они были продиктованы, мне кажется, теми людьми, кто, собственно, и финансировал организации, диссидентские организации советской эмиграции. Потому что даже из открытых источников мы достоверно знаем, что Александр Саевич был связан в том числе с Центральным Развитуправлением Соединенных Штатов и Дэй Прим. Через НТС, Дороговый Союз, который сотрудничал активно. Согласен, но дело в том, что наши западные партнеры, которые уже на сегодняшний день, к счастью, стали противниками снова для нашей власти, по крайней мере, для народа, я думаю, не всегда такими оставались. Так вот, очень интересно то, что наши многоуважаемые партнеры никогда не скрывали, что они вели подрывную идеологическую деятельность против Советского Союза. Более того, они очень системно подходили к этой работе. Не только отдавали деньги, но и вполне себе старались организовать диссидентские круги в какие-то организации, помогали им в культурном плане, старались продвинуть идею, антисоветскую идею именно в культуру. Ведь здесь стоит понимать, что советское государство по своей сути, по политической структуре, это идиократическое государство, государство, которое держалось за счет идеи, которые были заражены миллионы. Заражены в хорошем смысле. В том смысле, что все в государстве работало на цель, и культура, и пропаганда, и организации, все как бы создавало человека, подводило к определенному идеологическому конструктуру. То есть задача западных разведок была в том, чтобы этот конструкт пошатнуть, что, собственно, в последующие года, как нам показывает история, было успешно сделано. Когда мы говорим про Советский Союз, который распался, это не совсем правильная трактовка. Советский Союз не распался, Советский Союз развалили изнутри. Его развалили тем, что подорвали его идеологические устои, его идеологические основы, это была опора, это был скелет государства. И вот расшатали его как раз вот такие деятели, как Солженицын и ему подобные. И я думаю, что вот эти цифры безумные, абсолютно безумные, нереалистичные для любого адекватного человека цифры, они возникли не только по их желанию, но в большей степени это желание диктовала западная разведка и те самые люди, которые собственно давали на творчество и на жизнь вот этим диссидентским кругам финансовые и материальные средства. Даже кстати как-то читал про то, что архипелаг ГУЛАГ американское центральное разведуправление где он был написан Солженицын не знаю насколько это объективно может быть неправ Тимофей меня поправит но однако я читал про то, что в частности произведения архипелаг ГУЛАГ Солженицына неоднократно правились центральным разведуправлением то есть вначале им не понравилось то, что он слишком мало оклеветал советское руководство и советский режим и в последующем он Солженицын при поддержке как раз кураторов ими были добавлены еще больше как это на современный лад называется фейки которые вот в последующем и пошли целые работы ГУЛАГ в печать и собственно те цифры я думаю во многом они произошли благодаря тем людям которые курировали Александра Исаевича вы как считаете Тимофей это цифры созданные для эмоций потому что адекватный человек сразу поймет что тут что-то не так но в тексте который создает эмоциональное напряжение если слышишь цифру 66 миллионов пробивает слезу они действовали не на разуме они действовали на эмоции а человек очень эмоциональный но он больше поверит своим чувствам чем разумом вот здесь мы не тоже били а с его диссидентством открытым когда он стал против Советского Союза или уже не против Сталина а против Советского Союза есть одна причина что ему не дали премию государственную премию ее отдавали каждый год он сильно обиделся что ему Ленинскую премию не выдали вот человек из-за обиды за то что воины удостоили такого высокого звания лауреата Ленинской премии и он решил вот так как летать хочу отметить что здесь не только высокое звание имело место быть потому что Ленинская премия да это в первую очередь достаточно большая сумма денег для советского периода которую государство выделяло поэтам писателям художникам деятелям интеллигенции на свою творческую деятельность и науке естественной науке прошу прощения вот и вполне возможно что здесь да иметь какие-то чувства желания денег тоже наверное могли сыграть не последний так в 70-м году как мы знаем Солженецу выдали Нобелевскую премию есть у нас такой миф даже которому мы будем сейчас защищать Александра Исаевича ему выдали не за Пелагулаг ему выдали за Матрёнин двор а Матрёнин двор уже печатался в 62-м году еще в Советском Союзе его в принципе одобряли да интересно но вообще что хотелось бы отметить товарищи по поводу как бы да опять же личности Солженицына возвращаясь Геннадий Петрович рассказывал нам истории своей жизни мне тоже вспомнилась история из моей юности когда я еще был в старшей школе а у нас ну как бы ну для кого не секрет что в нынешней школьной программе литературной есть произведения Солженицына мы изучали их в 11-м классе ну помню тогда нам давали их учить и вот у меня его литературные произведения вообще в принципе имя Солженицына вызывало такое недоумение я помню как задавал этот вопрос своей учительнице по литературе Елена Эндардовна ну как так я должен учить произведение человека который призывал бомбить ядерными бомбами мою страну там и бабушки с дедушками жили он получается призывал убить их я должен учить его произведение вот у меня никак не укладывалось это в голове как такое в принципе может быть ну вот Геннадий Петрович правильно расставил акцент на том что такие деятели зачастую неприятные даже тем кто их использует но они очень удобны удобны в каких-то политических ситуациях вот в свое время Солженицын пришелся кстати Крущеву который пытался упорочить свою власть и боролся с партийной оппозицией в последующем Крущева сместили и историю попытались забыть ну как мы знаем переуправление Брежнева старались вообще не поднимать историю сталинского периода и так далее не бередить эту рану но вот она эта история уже всплыла в 90-х и здесь да здесь Солженицын и все эти деятели они выстрелили таким ну таким вот необходимым боеприпасом для тех элит политических которые также ставили своей целью упрощить свою власть обеспечить невозможность возврата социализма коммунистических идей не дай бог не людей вообще в принципе левых взглядов и все это очень-очень выгодно вписывалось в ежемоментную политическую кондицию хотя вот даже те же американцы отмечали центральный разведуправление американское его аналитические центры проводили демографические исследования на основе наших архивных документов которые были распрячены в 90-е годы и пытались объективно подсчитать количество репрессированных и они пришли к таким выводам что цифры отраженные в советских архивах цифры гласят что с 24 по 56 год то есть даже чуть больше чем перед зданийского управления расстреляно было около 700 тысяч человек ну как бы большая или маленькая цифра ну безусловно большая 700 тысяч это не капля в море но тем не менее это не 110 миллионов и здесь также стоит отметить что 700 тысяч за более чем 30 лет 32 года но не все эти люди были расстреляны по политическим мотивам 58 статья именно измена родине антигосударственная антисоветская деятельность она была присуждена только четверти из этих 700 тысяч остальные три четверти это люди вполне себе уголовные элементы то есть те кто брали убивал убивал не только представители советской власти но убивал простых людей насильники убийцы здесь встает вопрос разве они не заслужили я думаю что заслужили касательно вот того что отметил Геннадий Петрович по поводу работ на Крайнем Севере да условия там были не сахарами да было тяжело но тогда всей стране было тяжело тяжело и было и в 30-е годах когда проводили индустриализацию когда мы те самые сто лет которые прошли западные страны в период индустриализации мы бежали их за 10 лет естественно эти 10 лет были очень трудными для страны и для общества в целом и естественно были и перегибы и ошибки естественно находились следователи которые ради получения наград и очередных званий иногда шили дела белыми нитками это все было это все правда никто этого не отрицает но то как это было раздуто в какой форме это было преподнесено это вызывает по меньшей мере вопросы любого адекватного человека и вот здесь мне кажется было бы интересно задать себе такой вопрос а зачем нам такие деятели зачем нам литературные салженицыны разве у нас нету других писателей разве у нас нет литературных деятелей которые сделали многое для нашего народа я думаю более чем есть и все это знают серебряный золотой век дал очень много для русской литературы мне кажется что наше общество в целом должно вот с течением времени задать себе вопрос а зачем оно нам нужно и ответить на этот вопрос понять что то что делал салженицын то что делали некоторые деятели антисоветской направленности диссиденты различные белые круги они же ведь подрывали основы не коммунистического строя как такового даже не социалистической идеи идея вообще никак не подвластна вот такие такого такого рода писателям они на нее не столь влияют они подрывали основы государственности нашей я думаю вот на этом следует сосредоточиться то что эти люди своей деятельностью осознанные либо неосознанные вели дело к тому что миллионы наших сограждан могли погибнуть или страдать и тогда мы задаем себе логический вопрос а если они в своей антикоммунистической антисоветской деятельности были готовы на то чтобы миллионы их сограждан страдали в чем тогда их человеколюбческая суть при чем здесь тогда ну все весь все эти крокодиловые слезы по жертвам сталинских репрессий вот этот вопрос мне кажется он остается открытым следует его нашему обществу в первую очередь молодому поколению этот вопрос задать осмыслить и проанализировать но все-таки давайте товарищи вернемся к непосредственно литературной деятельности немножко отклонились Тимофей вижу у вас есть что нам добавить с литературной деятельностью в плане художественных произведений мы ознакомились с помощью этого отрывка этот отрывок очень красочно описывает всю граммафоманскую суть Солженицына потому что ранний поздний стрелый Солженицын это одно и то же но я хочу с вами прочитать отрывок его публицистики его разговор с тележурналистом на испанском телевидении и сейчас мы с вами будем каждое слово анализировать она ему задает вопрос у вас тоже в случае на станции Кричетовка лейтенант Зотов с большим волнением отзывается на испанскую войну какие у вас были касания испанской темы я должен сказать что Испания коснулась и моей жизни ну в лагерях я немало встречался с теми что сидели то бывшие испанские дети вывезенные в СССР то бывшие испанские революционеры моряки и летчики которые оказывались в Советском Союзе понимаете в этом предложении он намекает на то что всех кому мы вывезли коммунистов они уже сидели испанские и дети которых мы вывезли в Артек которых вывезли от этой войны мы их сразу в лагеря вот такая вот членалисническая страна в нескольких таких случаев я упоминал в Артепелаге ГУЛАГе но еще раньше Испания вошла в жизнь нашего поления как бы это сказать как любимая война нашего поколения нам мне и моим сверстникам было 18-20 лет в то время дошла ваша гражданская война и вот удивительное влияние политической идеологии этой бессердечно земной религии социализма с какой силой она захватывает молодые души с какой мимо ясностью она показывает им будто бы ясное решение то есть он называет войну это ужасно даже гражданская на это ужаснейшее событие как может происходить в жизни человека он называет ее любимым да это сильно это показывает все его миролюбивые отношения да для человека который любит людей это действительно мы сейчас согласен дальше он обращается к нашему любимому периоду вежовщины это был 37-38 год у нас в Советском Союзе бушевала тюремная система у нас арестовывали миллионы у нас только расстрелили год по миллиону вот у него каждый год был план миллион вот здесь кстати товарищи интересно обратиться было бы к данным советской статистики касательно демографического положения в сталинский период в СССР мы достоверно знаем что в сталинскую эпоху каждый год Советский Союз по населению рос за исключением естественно периода Великой Отечественной войны когда мы провалились в гигантскую демографическую яму вот здесь кстати тоже интересно что Александр Исаевич и ему подобные деятели жертв Великой Отечественной войны записывают напрямую жертвы коммунизма то есть получается так что с их точки зрения Советский Союз был виноват в том что на него напала гитлеровская Германия Черная книга коммунизма это вообще веселая вещь к которой надо относиться очень критически или надо было что сделать сдаться чтобы все эти люди не погибли но они бы погибли и погибло бы еще больше мы достоверно знаем это из таких документов нацистских идеологов как План Ост и вот тут возникает такой казалось бы очевидный вопрос на чьей стране воюет данный деятель что оправдывает Гитлера мне кажется кстати да в одной речи он высказывал то что лучше бы мы договорились с Гитлером мы Сталин в том что не договорился с Гитлером чтобы он на нас не напал он там отделяет Гитлера что если бы он у нас не мутал было бы у нас все хорошо или бы Баварская да и фашизм и фашизм с концлагерями не было бы да это тоже наверное советы спровоцировали немцев тем что они были такие варвары мы видели что мы убивали по миллиону людей и такие мы должны помочь этой стране мы должны помочь и ускорить процесс видимо Александр Исаевич и мы подобные деятели видели это так ну то есть на самом деле если вот как бы трезво рассматривать все вот эти идеологические моменты конструкты которые закидывают деятели ряда Солженецина то возникают ну логические вопросы а как такое вообще влезть-то может вы знаете вот у одного из идеологов третьего рейха у одного из высших чиновников третьего рейха Гибельса им была сказана такая фраза чем невероятнее ложь тем больше в нее тем больше шансов что в нее поверят и вот здесь как бы такое чувство что Александр Исаевич использовал ее как лозунг своей деятельности дальше в статье он начинает рассказывать про сколько погибло в гражданской войне испанской у нас естественно больше у вас полмиллиона сказал ну допустим у вас полмиллиона у нас несколько миллионов точно потом ну как же для нас скончилось он говорит у вас победило мирозвение крестьянское оказывается оказывается фашист франко это истинный человеколюбец и никого он не убивал в испании а у нас у нас победила коммунистическая идеология и конец гражданской войны означал не конец ее а начало дальше он приводит в то что государство боролось со своим народом то есть у нас была война народа и государственные машины ну вот вообще кстати многие деятели либеральной мысли которые не особо осведомлены с марксистской теорией идеологии они когда слышат слово диктатура пролетариата во первых их это неимоверно триггерит а во вторых у них сразу в голове представляется такой образ что это значит террор по отношению к своему народу это вот некие немытые рабочие там шахтеры шахт повылезали взяли в руки винтовки и пошли кошмарить бедное население деревни и города вот как-то так им оно видится но только только глупый человек может задвигать подобные вещи а Санженицын вот что стоит отметить не брезговал подобной тактикой ну даже не потому что он был глупый он прекрасно изучал все это в институте пока учился я думаю что не потому что он был глупый а как раз таки потому что глупый мечтал других людей опять же возвращаясь к цитате про невероятную ложь ну надо было представить советский союз империи зла и чем невероятнее была ложь по отношению к советскому руководству и советской действительности тем охотнее в нее люди верили потому что такая информация вызывала шок она вызывала шок и человек который допустим не видел советской действительности допустим рабочий на западе или вообще неважно любой гражданин на западе который читал такую литературу вот здесь кстати еще знаете какая у меня мысль в голову пришла а что если литература Солженицына была направлена не только на советское на советское население непосредственно то есть на разрушение нашей идеологической опоры но в первую очередь она могла быть еще направлена как раз на западного обывателя потому что мы достоверно знаем же факт что после Великой Отечественной войны по завершению Второй мировой войны идеология коммунизма и социализма она находилась на пике своей популярности и по всему миру многие люди и в западных в том числе странах рабочие видели в СССР именно пример того справедливого устройства общества которое они хотели устроить у себя в стране но для сравнения численность коммунистической партии Соединенных Штатов Америки достигла своей численности как раз в эпоху перед маккартизмом то есть после Второй мировой войны это 47-й кажется 48-й год если мне не изменяет память но я могу там ошибиться с конкретной датировкой не суть важна суть в том что после войны в умы многих людей на западе проникла мысль о том что может быть система в государстве устроена неправильно и вот на примере Советского Союза на примере войны советского народа для них многих это был пример борьбы за свободу за борьбы за ну как бы ту систему которая человека делала человеком и человек ну мы на практике видели что советского гражданина с начала Великой Отечественной войны его не нужно было заставлять идти на фронт или в военкомат люди сами шли защищать свою страну а почему а потому что социалистическое государство дало людям все дало людям возможность вырасти развиться получить образование сформироваться как личностям вырасти думающим человеком анализирующим информацию иметь свою голову на плечах в то же время на западе в то же время на западе не сказать что вот уровень жизни рабочих или уровень образования рабочих был лучше зачастую уровень образования на западе был в тот период хуже чем у нас давала советская школа или советский институт и для многих людей после второй мировой войны советский союз стал ориентиром то есть мы приходим к пониманию того что для того чтобы удержать власть в собственных странах либералом либерально консервативным верхушкам этих стран западных нужен нужен был пример который бы показывал советский союз и советский строй вот как такую империю зла такое перманентное зло знаете которое оно не может быть добрым просто в принципе оно злое от природы и оно не может делать ничего хорошего оно творит только зло и несет везде смерть и разрушение вот я думаю в этом плане Солженицын и деятели его ряда они во многом как бы играли еще на руку вот конкретно этим структурам тем что они в какой-то степени даже возможно спасли западные государства играли на руку они на них работали это очевидно их произведения были направлены и на советский союз который распространялся произведения с помощью народно-трудового союза семьячейками ну и на западные страны потому что они на них зарабатывали Солженицыным все произведения Солженицыным выпускала Инкопресс очень известное издание которое выпускало всех любимых диссидентов если я не буду то до сих пор права на выпуск Солженицыным в Инкопресс А у вас нет данных по поводу того как продавались собственно литературные произведения Александра Исаевича за границей если вы говорите что печатали небезызвестные издатели я думаю там и тиражи были соответствующие но а вот есть какие-то данные касательно того покупали ли эти книги и может быть как к ним относились вообще в принципе на западе простые обыватели конкретные цифры я тебе не приведу потому что не брал но как относились я могу сказать что они распродавались это точно потому что было несколько переизданий тех же произведений за границей вот это вот том библиография читайте переиздание его книжек а это только первый том там написано сколько раз его переиздавали и где и могу заглянуть его очень много переиздавали в Америке вышло его первое собрание сочинений его распокупали может было несколько изданий вообще вот да личность Солженицына я думаю здесь еще как бы чем нам интересно то что это наверное такой ну если не первый то наверное один из первых примеров ведения западом вот той самой гибридной войны информационной войны тогда она простекала в очаговой форме она называлась холодной войной но в то же время шла война идеологии и для того чтобы победить войне идеологии нужно захватить информационное поле вот такие деятели как Солженицын они очень многое принесли на алтарь победы американской информационной войны против нашей государственности да и не только нашей по сути как бы мы выяснили что и против западных народов он тоже сделал многое хотя был один момент когда западный народ западная презва начала возмущаться когда Солженицын в одной из своих речей в Гарварде по выпускному сказал немножко сделал такую вот мину американцам утверждав что они слишком много заботятся о всем мире вот одна фраза его начали несколько дней был информационный прям бум кто это такой русский что он себе позволяет нам американцам говорить о том куда нам идти со своей демократии но возвращаясь к этой статье интересно идет что он начинает сравнивать он спрашивает вы называете диктатурой я сейчас ему покажу что такое диктатурой вот любой испанец не привязан к месту своего жительства он имеет свободу жить здесь или поехать в другую часть испании наш советский человек не может этого сделать мы привязываем к своему месту так называемой полицейской пропиской он забывает о том что человек может спокойно даже имея прописку в Владивостоке съездить в Москву если он хочет такая прописка нужна для того чтобы человек имел определенное место жительства ну вот знаю Симофей мой дед который родился и вырос на Украине в Украинской ССР в городе Герой Киева и впоследствии уже в зрелом возрасте переехал сюда во Владивосток с ним бы поспорил так как будучи инженером простым инженером завода он побывал во многих странах как бы просто как представитель этого завода и по своей стране он покатался ничуть не меньше был во многих городах во многих республиках областях и ведь пример моего деда здесь не единичен у многих наших бабушек дедушек была похожая судьба люди в Советском Союзе на самом деле вот опять же обращаясь к статистике население очень динамично распространялось передвигалось по карте страны очень опять же если мы обратимся как бы чем можно перекрыть вот эту наглую это я считаю наглая откровенная ложь чем ее можно перекрыть ну вот возьмем частный пример нашего города Владивостока сколько было населения во Владивостоке перед Великой Отечественной войны 200 тысяч человек сколько осталось после победы ну около 170 если мне память не изменяет что очень многие с фронта не гранулись но суть в том что к концу советского периода в 92 году в нашем городе насчитывалось официально по официальной статистике 600 почти 50 тысяч населения это при том что эти люди далеко не все эти люди родились здесь значительная часть этих людей приехали как мой дед в свое время сюда специалистами на строящиеся заводы или на расширяющиеся заводы и предприятия остались здесь закрытый город да Владивосток совершенно верно был закрытым городом но тем не менее кстати если мы взглянем на наш сегодняшний период когда у Владивостока уже и открытый город и тем не менее по прошествию там уже сколько 32 года нету кровавой советской власти а население города депопулировало на 50 тысяч у нас сейчас в городе по официальным данным живет чуть менее 600 тысяч хотя казалось бы три десятка лет как демократии живет нету ни кровавого Сталина ни большевиков с регрессиями потом он высказывается о том что испанцы могут свободно уезжать за границу а он не может что только и Советский Союз под сильнейшим давлением мирового сообщения общественного мнения под сильнейшим давлением Америки выпускает кто с большим трудом некоторую часть евреев а остальные евреи и кроме евреев остальные нации и могут выехать вообще мы находимся в своей стране как в тюрьме у него полная аллегория он сравнивает свою страну как тюрьму красиво дальше он идет что что он видит в Мадриде продаются все основные европейские здания и он что если бы у нас в Советском Союзе выставили европейские здания полицейские сразу бы набежали сорвали бы у вас продаются вы молодцы он забывает о том что у нас было очень много газет советских сколько там правда комсомольская правда пионерская правда журнал там столько было журналов еженедельных ежемесячных ежедневных читайся причем как бы он забывает такой факт как факт о том что Советский Союз был самым читающим нацией в Советском Союзе но он не забывает он работает на испанскую аудиторию ну это понятно да ну то есть кстати вот на самом деле товарищи а ведь это очень сильно отражает опять же суть суть человека человек такой как вот скользкий ужик который умеет подстраиваться под внешнюю ситуацию то есть если внешняя ситуация сегодня ему диктует такую как бы повестку он будет путь по этому течению лавировать там так чтобы ему было удобно и комфортно если завтра же повестка изменилась ну он будет уже в другую сторону грести я думаю такой человек неплохо бы раскрылся в свое время и при тех же нацистах а таких было вот много приспособленцев это одного вас вам вспомнить правда он писать не особо как любил умел очень вот интересное про амнистию у вас недавно была амнистия вы называете ее ограниченной политическим борцам которые с оружием в руках действительно били политическую борьбу сбросили половину строка надо сказать нам бы такую ограниченную амнистию один раз за 60 лет за 60 лет существования советской власти мы политически никогда не имели никакой амнистии мы уходили в тюрьму чтобы там умереть лишь немногие вернулись об этом рассказать да вспоминаем слова Солженицына которые он сам писал про центральную политическую тюрьму светлые паркеты мягкие подушки да очень честный человек да он забывает о Беревской реабилитация о Крущевце которую вы освободили многих освободили по этой но это реабилитация не амнистия да нам бы такое амнистию это конечно все очень интересно товарищи ну у кого-нибудь есть что добавить по этому поводу может быть какая фраза интересная проскочила почти в самом начале то что Советский Союз был идеократическим государством и все там на идее держалось если все держалось на идее то почему оно рухнуло в 90-м а не в 20-м там не в 40-м а здесь на самом деле просто это объяснить задел еще был сильным во-первых в 20-м 40-м там другое поколение было но во-первых сразу оговорюсь это Советский Союз конечно безусловно идеократическое государство но это не значит что идеократическое государство держится только на идеологии идеология это тот стержень который все скрепляет но у советской причина в том что у советской идеи были вполне понятны каждому связаемые формы то есть если советская идеология говорила про социальную справедливость и равенство то они на практике и были социальная справедливость которая была в Советском Союзе предполагала ограничение рабочего дня которое жестко нормировалось, и нарушить его было нельзя. Также она проявлялась в достойной заработной плате, в пенсионном обеспечении, которое впервые было предоставлено всем, в декретном отпуске, который был введен впервые в мире. Это мы первое государство, которое придумало декрет. Он же, собственно, это и название декретный отпуск получил благодаря декрету советской власти, декрету ЦИК. И в этом плане, когда мы говорим про Советский Союз как идеографическое государство, мы, конечно, не зацикливаемся только на одной идеологии. У советской идеи были вполне осязаемые формы, эти формы проявления этой идеи, которые имели материальную составляющую. И советский гражданин, советский человек чувствовал, что он государству нужен, что он не трава в лесу, которая сама по себе растет. А что государство в него вкладывает. На самом деле здесь, кстати, даже показательные цитаты советских партийных деятелей, но в частности Сталину принадлежит такая фраза, как кадры решают все. Это же ведь фраза о чем говорит? О том, что самый главный ресурс, который есть в любом государстве, не деньги и не ресурсы, как материалы, металл, уголь, гниль, газ. Человек. Человек главный ресурс. Главный капитал. Да, образованный человек. И вот здесь советское государство, оно на протяжении всего времени давало понять своим гражданам, что ему не нужна масса, которую можно одурачивать и оболванивать, в отличие от того, что пишут всякие деятели. А советскому государству нужен был думающий гражданин. Гражданин образованный, гражданин, который мог анализировать, гражданин, который находился на интеллектуально высоком уровне, у которого мораль соответствовала этому уровню развития человеческой цивилизации. И Советский Союз на протяжении всего своего времени стремился к тому, чтобы каждое последующее поколение наших советских граждан было умнее предыдущего, было образованнее, было более высокоморально. Кстати, это получалось на самом деле. Говоря про то, почему Советский Союз не распался в 30-е и 40-е, ну это невозможно, в принципе, я думаю, себе представить, потому что после победы в гражданской войне, почему, собственно, большевики победили в гражданской войне? Абсолютный факт в том, что их поддержало большинство нашего народа. Большинство крестьянства, подавляющее большинство пролетариата, значительное большинство солдат, матросов и офицерского корпуса, значительная часть интеллигенции, она поддержала советскую власть. Ну, собственно, почему именно советскую власть? Ну, потому что советская власть, в отличие от всех других противоборствующих в гражданской войне сторон конфликта, давала, во-первых, четкое понимание того, что она хочет сделать, то есть системную структуру, как мы хотим преобразовывать общество. А во-вторых, оно было честно в своей политике, со своим населением. То есть, Ленин говорил, что наша сила в правде. Вот здесь я перефразировал, конечно, уже получилось немного не так похоже, но суть передана верно. Сила-то в том, что советское руководство говорило крестьянам, что оно даст им землю, ну, дало им землю. Земля была социализирована и обращена в народную собственность. Советское руководство говорило, что оно установит рабочий контроль на заводах. Оно его установило. И руководитель завода, он не по размеру кошелька определялся, а определялся из рабочей среды. И вообще, в принципе, когда мы говорим про диктатуру прелетариата, как нашу советскую социалистическую форму демократии, если угодно, то если ее сравнивать с той же западной демократией, ну, извините, на Западе, в Америке это типа демократия, когда там голосуют даже не все, там есть выборщики. То есть там многоступенчатая система голосования. Это типа народ выбирает, да? А когда у нас в Советском Союзе выбирали, ну, допустим, делегаторов, да, съезда, когда они ехали, их выбирал не компартия, их выбирал рабочий коллектив. Другой вопрос в том, что рабочий коллектив состоял в большей части из коммунистов и комсомольцев. Ну, так извините, их-то ими метлой туда сгоняли. Ну, опять же, возвращаясь к вопросу про 30-е и 40-е годы, тогда не могло даже возникнуть вот такого вопроса. Тогда было живо поколение первых революционеров, которые революцию творили, которые победили в гражданской войне, в нечеловеческих условиях победили, надо отметить. Советское руководство выдержало напор 14 стран-интервентов и внутренней силы, которыми противопоставило это, при том, что у них не было ничего. Но в 70-е-80-е годы было живо поколение, которое великое отечественное вылетало. Да, было живо. Но в 70-е-80-е годы это поколение уже отошло от власти. В 70-е-80-е годы... Да, а Брежнев он что? А Брежнев в 84-м году вот как закончился, и все. В 82-м, прошу прощения. Можно внести... Да, конечно. Потому что... Я бы не снял внести все государства на идеологические, идеократические и прочее. Это терминология Петеримы Сорокина. Вот она была внесена в современную российскую политологию. Поскольку? По стольку. Мы все сдирали в политологии сразу. Значит, есть высказание Макса, что в лице государства человечество имеет первую идеологическую силу над человеком. Если есть государство, то государство само есть ориентированно-идеологическое образование. Идеологию нельзя понимать как чисто духовное какое-то... Частность еще. Как систему... То, что у нас очень сложно... Я думаю, на насилие как мрающего класса. Да, да, да. Вот это насилие, оно может носить и физическую форму, и физиологическую форму, и распутствующую там идею. Поэтому, ну, скажем, тезис о том, который внесен в Конституцию, что государство, ну, там, что-то свободное, идеология и прочее, прочее, нет государственной идеологии, это ложь, которую пытается внедрить нам в сознание. Почему? А что, Конституция не идеологический продукт, идеологический, а вся система правового сознания, правовых норм, правовой практики, не идеологическое, идеологическое. Только мы говорим, нет, нет, здесь это... Закон. Да, здесь закон, справедливость, абсолютно добро и прочее. Это все идеологические сети, которые позволяют госаппарату выбирать, ну, любую стратегию развития. Поэтому, когда сейчас либеральные курки кричат, что нам надо идеологию свою создавать, они тоже здесь, мягко говоря, этот идеологический фактор хамуфрируют. Идеология была, есть и будет. Все. Вот здесь, Георгий Петрович, с вами согласен, если позволить, я немного добавлю. Вот касательно идеологии вообще, ну, конечно, политической, политологической, наверное, на точке зрения говорить, что государство может существовать без идеологии, но в современном мире так, наверное, могут делать только вредители. Любое государство имеет и должно иметь идеологию, потому что идеология, она же, как сказал, такой скелет, который все это государство скрепляет, который, в общем-то, общество наше консолидирует. Без какой-либо идеи, без философии, без теоретической базы невозможно людей сплотить. Все люди разные, сколько людей, столько есть мнений. Для того, чтобы их объединить единой целью, для того, чтобы их, так сказать, на эту цель мотивировать, для того, чтобы привлечь к деятельности, нужна какая-то идея. И, безусловно, она должна быть в любом государстве. То, что некоторые политические элиты делают у нас в стране с момента распада Советского Союза, когда говорят, что у нас в Конституции прописан политический клюрализм, что нам нужен политический клюрализм, на мой взгляд, это такая вредительская попытка создать идеологический супермаркет. И вот знаете, чем она вредна? Даже если обратимся к этакому мерилу свободного демократического мира Соединенным Штатом Америки, у них у самих в стране действует двупартийная система. Они всю дорогу обвиняли наш советский строй в антидемократичности из-за того, что у нас одна единственная партия, монопартийная система. Но, тем не менее, у них самих двухпартийная система. Да, у них для галочки существуют еще какие-то партии, даже много. Только они на практике, в политике ничего сделать не могут. Есть две фракции, по сути, одной партии. На самом деле, американские демократы и республиканцы, на мой взгляд, это две стороны одной медали. И ничем не различаются на некоторых положениях. Они ничем принципиально не отличаются друг от друга. Это вот две фракции, выбирайте из двух фракций. При этом Соединенные Штаты Америки, когда учат другие миры и народы демократии, они почему-то, заметьте вот эту особенность, они почему-то прививают всем идею как раз от такого идеологического супермаркета. На мой взгляд, это делается как раз целью того, чтобы, создав вот этот вот фон, большой фон из различных идей, типа, ты каждый можешь выбрать, что тебе больше по душе. Это делается по принципу разделяя властвую. Как можно ослабить любую страну социального противника изнутри? Это надо раздробить ее общество на отдельные лагеря. Пусть они там кучкуются в отдельности. Кстати, здесь, что интересно, про это еще в свое время нацисты пытались это сделать во время Второй мировой войны, во время Великой Отечественной войны, и они пытались это сделать у нас, и Гитлер говорил, что политика в отношении славянских народов, в отношении религии должна заключаться в том, что чем больше у них будет отдельных культов и сект, тем лучше, потому что тем больше они будут раздроблены, значит, они не смогут собраться в единый и дать отпор. И вот здесь американцы, как всегда, не изобрели ничего нового, они просто взяли хороший проверенный временем велосипед, обернули его в красивую обертку, и получилось на политтехнологии, которую они используют уже десятилетия. Так, товарищи, я думаю, вот у нас мы уже больше часа обсуждаем. Полтора часа в эфире. Продолжение следует...